Всем привет! С вами Светлана. Сегодня я расскажу вам про растение луковичное, комнатное, как гиперастум. Это растение очень красиво цветет. У него красные цветы, в основном красно-белые, есть гофрированные. Очень интересное комнатное растение. Вот. И я его сейчас... У меня просто очень мелкие детки. После пересадки больших луковиц я себе оставила маленькие детки, которые там обрастали. Они были совсем маленькие, почти с горошином. И вот этот год я их выращивала. Просто садила несколько штук в горшочек. И таким образом они у меня росли в этот год. Росли сейчас вот у нас август месяц, конец августа. И я хочу эти луковички, так как им тесно уже в горшочке, собрать на зиму. Положить их на хранение. И где-то в конце декабря, где-то вот так в январе, высадить, чтобы они продолжали расти дальше. Как я это делаю? Для того, чтобы их сохранить и выкопать эти луковички, надо, чтобы вот это все зеленые листики, они просто высохли. Поэтому я прекратила их полив. И теперь буду ждать, когда листики засохнут. Ну вот, прошло почти больше месяца. После того, как я снимала вот эти все мои луковичные, когда я их решила, как сказать, уложить спать. И вот они уже готовы к тому, чтобы их выкопать из земли и дальше сохранять до весны. Зачем я это делаю, я уже рассказывала. Потому что тут есть такие горшочки, где их очень много. И на следующий год я их буду садить все по одному, ну в каждый отдельный горшочек. Или на улицу. Таким образом, когда растения уходят в спячку, они, когда их не поливаешь, они вот высыхают. То есть получается из листиков уходят все питательные вещества в клубень. И после этого только тогда можно их выкопать. Я это делаю, потому что у меня мало места. Если у кого такие растения есть, и они могут их не выкапывать, а оставлять в горшочках. Только ставить нужно в прохладное, темное место. Итак, сейчас вот эти все я листики оборву. Вот, и буду все луковички выкапывать. Убраны. Земля тут достаточно сухая. Она, я повторюсь, не поливалась почти больше месяца. И сейчас я это все постараюсь как-то разрыхлить и засыпать, чтобы достать луковички. Очень сильно мощная корневая система заплетена. Плюс тут у меня пенопласт для ренаж. Теперь, конечно, они будут зимовать совсем по-другому. Здесь вот находились... Вот так я их аккуратно распутываю. Вот такая у них камневая. Вот получается 4 луковички. 4 луковички. Я их положу дальше. Немножко подсушится еще. Одно луковичное растение было, я его тоже. У меня есть такой ножик, когда нужно подкопать, если вдруг порвало. все, что осталось. Еще получилась вот такая вот луковица. Возьму еще на примере этого горшочка, покажу. здесь хорошо высыпается. Опять же, дренажик у меня такой был. Вот такая луковица с подсушеной уже корешки. еще посмотрим, что здесь. Здесь достаточно такой плотный ком из корней запутавшихся. Конечно, им уже в этом горшочке было тесно. Здесь получилось, у меня было сколько? четыре луковицы, все разных размеров. Напомню, что я эти садила, их совсем вот с таких вот. У меня луковицы были вот такие, меньше этой. И все они выросли до такого практически состояния. Последний горшок. Здесь тоже очень хорошо видно корни. Так как все сухое, оно очень хорошо распадается. Достаточно хорошо расплетается. Корешки уже эти не нужны. Они сами под собой отпадают. Урожай луковиц я собрала. Луковицы достаточно неплохие. Вот они хорошо подросли за этот сезон. И в следующий сезон, после их высадки, я тоже буду их выкапывать. Вот это сухое нужно оборвать, чтобы получить достаточно большие луковицы, которые в будущем уже будут цвести и радовать своим цветением. Вот эти луковички я еще жжусь в пакетике. О пакетиках, о способе сохранения я уже рассказывала, семян. Сейчас еще немного остановлюсь. Вот. У меня вот в такой коробке сейчас хранятся все луковичные. Ну вот у меня, сейчас покажу, что тут есть. Вот. Вот это глоксиния. Клубенек. Глоксинию я выкопала в этом году. Такая вот крупненькая картошечка. Вот. Дальше это тоже глоксиния. Здесь видно вот они. Две картошечки. Даже вот три. Одна вот двойная и одна одна. Дальше это у меня тоже глоксиния. Вот она беленькая такая сохраняется. потом это об этом я уже рассказывала. резонки калерии, которые я выкопала. Другие калерии, они у меня еще растут. Я их не выкапывала. Дальше это даже я пробую сохранить долларовое дерево. Вот такая картошечка. Потом опять же у меня уже месяц назад были собраны вот таким же образом, как сегодня луковичные вот эти. Только здесь поменяли. И они уже у меня сохраняются вот таким способом. Они высохли, корешки я оборвала. Все и они вот сейчас у меня сохраняются таким образом. Также я буду и эти тоже складывать и хранить. Дальше тут у меня еще есть зефирантес. такие две штучки. Я их не хранила, пробую вот сохранить до весны. Есть резонки ахименеса. Такие вот шишечки. Я о них расскажу попозже чуть. Отдельное видео сниму. И конечно же вот такие луковицы гемантуса. Я о них рассказывала уже в видео. Тут уже корешки подсохли. Вот таким они сейчас у меня образом сохраняются. Здесь правда есть молодые листики. Вот идет. Если он будет дальше расти, то конечно я его высажу. Я буду наблюдать дальше за ними. Вот собственно и говоря все о чем я сегодня хотела рассказать. Всем спасибо. Удачи. Пока пока. Пока.